Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. Более сотни казахстанцев хотят вернуться из Израиля, сообщили в МИДе. Официальный представитель ведомства Айбек Смодьяров рассказал на брифинге о гражданах Казахстана, которые на данный момент находятся в Израиле. Всего, по данным МИДа, желание вернуться в Казахстан изъявили 118 наших граждан. При этом, по данным МИДа, в Израиле могут находиться еще около 400 граждан Казахстана, которые не состоят в консульском учете. Напомним, утром 7 октября Хамас нанес ракетный удар по Тель-Авиву. Сотни боевиков проникли на территорию Израиля, а по израильским городам были выпущены несколько тысяч ракет. В этот же день израильские истребители атаковали многоэтажные здания в Газе. Число погибших в Израиле в результате атаки Хамас возросло до 700 человек. При этом, по имеющимся сведениям, в секторе Газа также погибли около 300 человек. В общей сложности около 4000 человек с обеих сторон были ранены. Стало известно о судьбе казахстанцев, застрявших в Израиле из-за отмены рейсов. Другими авиалиниями они улетели. Трое еще не определились, куда они полетят, либо останутся. Некоторые решили переждать ситуацию. То есть, ситуация неоднозначная. Опираться на мнение только лишь одного человека – это неправильно. В основном ситуация вся под контролем с первого же дня. Единственное, как я отметил, на консульский учет наши граждане не встают. Естественно, на поиски наших граждан уходит достаточно много времени. Поэтому только лишь на обзвон наших студентов ушло практически один день. Они не встали на учет. Air Astana не просто так отменил этот рейс. Прежде всего, безопасность пассажиров. Знаете, есть протокол, когда снаряды летают во все стороны, то лучше отменить и переждать, а потом уже при прояснении ситуации направить рейс, чем мы и сейчас занимаемся. Армия обороны Израиля заявила, что ее артиллерия поразила цели на юге Ливана и нанесла удар беспилотников по террористической инфраструктуре. Израиль прекратил поставки электроэнергии и топлива в газу, а также остановил ввоз товаров. Это существенно осложнит положение местных жителей. Большинство людей в секторе газа живет в бедности, а безработица составляет около 50%. Президент Ирана Ибрахим Раиси выразил поддержку палестинским группировкам и назвал действия сектора газа обороной. С горячей точки всегда было много беженцев. В секторе газа находится около 25 семей граждан Республики Казахстан, которые имеют паспорта Республики Казахстан. В основном это наши гражданки, которые вышли замуж за граждан Палестины. Исходя из поступающих сообщений, в настоящее время некоторое количество семей в связи с планами по наземной операции Израиля, а также проводимыми бомбежками, находятся в постоянном движении по сектору газа в поисках безопасного места. Наземное движение в секторе газа затруднено и имеются проблемы со связью и электричеством. Поэтому мы работаем в данном направлении, пока не всю информацию еще собрали. Объяснить, как боевикам удалось застать одну из лучших разведок мира врасплох, пока не берется сказать ни один из военных экспертов. На вооружении «Хамас» семь видов артиллерии. Самая дальнобойная ракета способна преодолеть более 200 километров. А израильская система ПВО признавалась самой совершенной в мире. На деле выяснилось, что купол не спасает, если ракет тысячи. А началось все еще в 1947 году, когда ООН проголосовала за распределение земель Палестины между двумя государствами – еврейским и арабским. И теперь у них одна родина на двоих. Евреи и арабы фактически 70 лет воюют, и все никак не могут прийти к единому компромиссу. Перманентная война все никак не остановится. Объем добычи нефти в Атрауск области превысил 39 миллионов тонн за 9 месяцев. Об этом сообщил глава Минэнерго, побывав на энергетических объектах региона. Также Садкалиев проверил готовность Атрауск области к предстоящему отопительному сезону. Региону, как флагману нефтегазовой отрасли страны, есть что показать – и действующие мощности, и новые планы в отрасли. Подробности в сюжете. Западные регионы, известные своими месторождениями, планируют увеличить объемы и ведется активная работа. На Кашагане началась реализация проекта по переработке попутного газа мощностью 1 миллиард кубических метров. На Крачаганайке запущен четвертый компрессор. Обратные закачки газа стартовала реализация пятого, стоимость которого составляет порядка одного миллиарда долларов, а шестой компрессор будет стоить 735 миллионов. Запустили информационную систему учета нефти и газового конденсата, которая позволяет отслеживать 95% оборота нефти. На трех основных месторождениях продолжаются работы по реализации крупных проектов. А касательно проблемных объектов, то МАЭК, например, уже провел работу и определили причины аварии. В основном это износ оборудования. То есть речь идет о том, что достаточно высокий уровень амортизации действующего оборудования, который уже не выдерживает действующих нагрузок. Как вы знаете, за счет республиканского бюджета, местного бюджета, были выделены необходимый объем средств, который позволил произвести капитальные ремонты и обеспечить стабильную работу МАЭК в предстоящий отопительный сезон. Сейчас там идет завершение ремонта третьего котла. До этого по первому котлу были проведены соответствующие работы по его восстановлению. Весь необходимый ремонт обеспечен, сказал глава Минэнерго. Что касается готовности энергообъектов к зиме, то до конца текущего года будут дополнительные 220 кВт линии. Которая позволит в два раза увеличить надежность энергоузла, будет завершена и соответствующей постанции. То есть она позволит при необходимости дополнительно еще 100 мегаватт мощности получить из Российской Федерации именно для ликвидации этих аварийных режимов. Для стабильной работы от Раусского НПЗ будет возведена новая газотурбинная установка. Также Атравская ТЭЦ планирует увеличить мощности так, что минимум 200 кВт будет в Атравском узле, который даст недостающие мощности в случае аварии и не позволит отключить потребителей. В целом главная задача – это подготовка к зиме и исполнение инвестиционных программ. Гульнару Марова, Ахмедиар Ильясов, ТДК-42. В Уральске начали подавать тепло. На сегодняшний день к теплоснабжению подключено уже 35 объектов здравоохранения и образования. В жилых домах тепло будет после того, как дневная температура воздуха на протяжении трех дней не будет превышать 8 градусов. Работа по подключению Уральска к теплоснабжению началась еще в конце сентября. В первую очередь тепло появляется в детских садах, школах, больницах и поликлиниках. Руководители этих учреждений должны подать заявку в ЖЭК «Теплоэнерго». На сегодняшний день заявки поступают, но мы думаем, что до числа 10 кемпля мы все школы и детские сады подключим уже к отоплению. Подключать к отоплению жилые дома начнут после того, как дневная температура воздуха понизится до 8 и ниже градусов тепла. В первую очередь тепло станет в домах, которые имеют паспорт готовности. Необходимо производить опрессовку внутренней системы, на герметичность в первую очередь проверить. А вторую – это уже промывка. От промывки зависит уже качество тепла. Если качественно промоет систему отопления, то и, соответственно, в зимний период тоже будет у них тепло. Стоит напомнить, что с 20 августа текущего года тариф на тепло и горячее водоснабжение повысился. Один куб горячей воды стоит 204 тенге, один квадратный метр отопления обходится в 145 тенге. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Особия Кобекенов, ТДК-42. Акжоловцы начали новую инициативу. Теперь в Западно-Казахстанской области откроется Центр поддержки молодых представителей бизнеса. Об этом стало известно на очередном заседании Западно-Казахстанского областного филиала Демократической партии Казахстана Акжол. Подробности в сюжете. Очередное собрание филиала Демпартии Акжол было посвящено развитию бизнеса в области. В целях привлечения в предпринимательскую деятельность больше молодежи, при партии будет сформирован Центр поддержки молодых предпринимателей. Им будет оказываться помощь и консультация по важным вопросам. Одним из направлений работы Центра будет увеличение количества сельской молодежи в бизнесе, а также расширение уже имеющихся предприятий. Нужно обратить внимание на поддержку бизнеса сельской молодежи. Например, в Тоскалинском районе много начинающих бизнесменов. Они делают его на продаже шаров, проводят съемки различного формата, открывают общепиты. Мы должны оказать таким людям поддержку и пропагандировать их работу, подсказать, где нужно. На сегодня в стране имеется множество инструментов поддержки малого и среднего бизнеса. Например, безвозвратные гранты от государства. Но часто участие в них оказывается недоступным для жителей из-за недостаточной информации, а в некоторых случаях подготовленные документы не соответствуют требованиям гранта, озвучили ахжоловцы. Представители партии отмечают, что необходимо обратить внимание на состав данной комиссии, которая определяет гранты, потому что могут быть коррупционные риски. Многие боятся идти в бизнес из-за нехватки информации. Конкурс должен проходить честно. Для этого необходимо пересмотреть состав комиссии по грантам, то есть включить тех, кто имеет непосредственно отношение к бизнесу и знает его. Председателем центра, работа которой стартует до конца текущего года, избран член партии «Ахжол» предприниматель Омаров Токтар Мерикевич. Центр поддержки молодых предпринимателей планируется открыть во всех районах области. Более 350 миллионов тенге вложили жители Восточно-Казахстанской области в финансовую пирамиду. Досудебное расследование в отношении организаторов ЧАТА и ЦАНЦИН «Фармацетикал» проводится областным департаментом АФМ. Организаторы данной фирмы в период с октября 2022 года по апрель 2023 года посредством мессенджера «Телеграм» под видом фармацевтической компании незаконно привлекли денежные средства вкладчиков. В результате 234 гражданина вложили в финансовую пирамиду более 350 миллионов тенге. В отношении руководителя структурного подразделения финансовой компании санкции суда избрана мера пресечения содержания под стражей. Расследование продолжается, иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса в интересах следствия разглашению не подлежит. Предупреждаем, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискации имущества. Если вы или ваши близкие стали жертвой финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания. Коноплю выращивали двое соседей в Уральске. Мужчин подозревают о внезаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества. 4 октября сотрудниками УБОП совместно с Управлением по противодействию наркопреступности в хозпостройке у 61-летнего мужчин обнаружено 38 кустов растения зеленого цвета со специфическим запахом. Там же обнаружен пакет и бумажный сверток с веществом растительного происхождения, газовый пистолет, одобрыни и патрон. Также в хозяйственной постройке его 56-летнего соседа изъято 35 кустов растения зеленого цвета и сверток с растительным веществом зеленого цвета со специфическим запахом. Предприимчивые соседи срезали растения и сушили их. Все изъятые вещества направлены на экспертизу. По данному факту начато судебное расследование по части 1 статьи 300 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ежегодный этнофестиваль Тарфеста в Актюбинской области собрал больше тысяч участников со всей страны. По традиции мероприятие проходило на родине знаменитого просовода-рекордсмена Шаганака Берсиева в Уиллском районе. Лейла Уясова узнала лучшие рецепты приготовления национальных лакомств из Тары. Такие деревянные ступы и каменные дермены и по сей день хранятся в каждой уиллской семье. Секреты приготовления Тары здесь передаются из поколения в поколение. Ахзер Хайжанова мастерству обжарки проса научилась у мамы. Теперь своим опытом делится со своими невестками. Больше сорока лет этим занимаюсь. Сейчас на пенсии жарю Тары на продажу. Это хороший бизнес для сельчана. А из Талхана делаем вкусные женты и другие национальные лакомства. Каждый год представляем нашу продукцию на различных ярмарках. Участники праздника смогли посмотреть всю технологию приготовления Тары. Мастерицы из Уилла и других районов показали гостям, как это делается. В старинных ступах очищали проса от шелухи, провеивали и после обжарки Тары перемалывали на дерменах в Талкан. Праздник впервые прошел на республиканском уровне. Он собрал гостей со всего западного региона. Местные хозяйки даже устроили состязание. Кто лучше очистит проса, провеет и обжарит в казане. Всех желающих угощали готовыми блюдами из Тары. Здесь же проходила выставка народных ремесленников. Надеюсь, что такие мероприятия станут доброй традицией и будут проходить ежегодно, чтобы передавать эти знания из поколения в поколение. В этом году в Уиллском районе просом засеяли 700 гектаров. С каждого гектара получили в среднем по 9 центнеров. Особенности возделывания этой культуры и возрождения того самого сорта, который выращивал известный просовод Шаханах Персиев, обсудили на научной конференции. У этой культуры очень хорошая урожайность. Поэтому Шаханах Персиев и выбрал именно ее. Из одного зернышка вырастает множество метелок. В каждом колоске более тысячи зерен. В тяжелые военные годы посевы Шаханаха кормили весь уиллский народ. С гордостью говорят его потомки. В театрализованном представлении постарались передать атмосферу тех времен. Зрители погрузили в тот период, когда известный просовод получал рекордные урожаи. Сейчас белые тары здесь не возделывают. На полях выращивают красные и желто-зерные сорта, которые по качеству ничем не уступают знаменитому белому просу Берсиева. Тары и талхан из уиллского проса получаются вкусным и питательным. Актюбинские кондитеры даже создали свой бренд, приготовив жен в шоколаде. Это национальное лакомство уже полюбили и за рубежом. Участники фестиваля посетили место знаменитой кукжарской ярмарки, открытая полтора века назад на шелковом пути. Она не только способствовала экономическому развитию края, но и ее духовному расцвету. Кукжар был очень удобным пунктом для товарообмена, так как находился на стыке Европы и Азии. В 1860 году здесь построили первые торговые ряды, которые сохранились в первозданном виде до сих пор. Их отреставрировали и каждый год в Уилле проходят сельхозярмарки, куда люди со всей округи привозят свою продукцию. Лайла Осова, Жумар Кудайбергенов, телеканал ТДК-42, Октябрьская область. Учителю математики из Западно-Казахстанской области присвоено звание заслуженный педагог Казахстана. В областном Акимате состоялась торжественная встреча по случаю присвоения почетного звания. Поздравив педагогов и ветеранов сферы, Аким области на ремонтуре Галиев остановился на заслугах и достижениях педагогов региона. Серик Казиханов – педагог с 30-летним стажем. Он работает учителем математики в областной специализированной школе-интернате для одаренных детей имени Сакена Цейфулина. Звание от имени президента республики вручил педагогу Аким области на ремонтуре Галиев. Ученики опытного педагога Серика Казиханова не раз становились победителями городских, областных и республиканских олимпиад, а также участниками научных проектов. Выпускники ежегодно показывают высокие результаты в едином национальном тестировании. В 2014 году он был признан лучшим учителем, а в 2021 году он награжден нагрудным знаком имени Эбраилтон Сайрина. В свою очередь заслуженный учитель с 30-летним стажем выразил огромную благодарность главе государства, руководству области, родному коллективу за оценку труда и внимание к сфере. «То, что труд учителей стали оценивать по достоинству и присваивать заслуженное звание – это большой импульс и мотивация для нас. Сегодняшняя награда – это не только мое, но и достижение всей нашей школы, в которой я тружусь с 1991 года. Спасибо нашему президенту Касым Жмарту Тукаеву». Коллеги-ветераны поздравили учителя с новой высочайшей наградой и пожелали значимых побед в дальнейшей трудовой деятельности. 18-летняя спортсменка Мария Боровкова вернулась в Уральск. Она принесла Казахстану бронзовую и серебряную медали азиатских игр в Ханчжоу. Юную медалистку встречали в аэропорту родственники, друзья, тренеры и руководство областного управления физической культуры и спорта. На азиатских играх в Китайной дистанции 200 метров гребли на коное казахстанка Мария Боровкова завоевала третье место. В финальном заплыве Мария уступила представительнице Китая две секунды. Второй стала представительница Таиланда. Таким образом, спортсменка из Казахстана выиграла свою вторую медаль в Ханчжоу. Ранее на дистанции 500 метров на коное двойки Марии вместе с Руфиной Скаковой завоевали серебро. Сейчас мы находимся в аэропорту города Уразь, где собралось немалое количество людей, которые приехали встретить юную спортсменку Марию Боровкову. Среди собравшихся в аэропорту – мама, родственники, тренеры и просто болельщики, которые приехали встретить Марию. Ей всего 18 лет. Она студентка второго курса Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Шангирхана. Елена Боровкова, мама юной спортсменки, отмечает, что дочь буквально родилась в спорте. В спорте она выросла, так как я тренер, и она в спорте выросла, можно сказать, родилась и делала первые шаги на спортивной базе. Сначала села в байдарку, потом в каное, в той лодке, в которой она сейчас гребет. Результат начала высокий показать с прошлого года, когда стала чемпионкой мира в Венгрии. В этом году очень много соревнований было. Был и мир юниорский, где она снова стала чемпионкой мира в второй раз. Был взрослый мир, на котором четвертое место заняла. Тренеры рассказывают, что этот год выдался урожайным на медали, и Мария не перестает их радовать победами. В этом году наша Мария нас очень сильно радует. Чемпионат мира, две медали, кубок мира, золото. И вот азиатские игры, снова серебро, золото и бронза. Хотелось бы пожелать Марии, чтобы она завоевала лицензию на Олимпийские игры. И нашим тренерам, чтобы таких марш у нас было как можно больше. Хороший результат. Я потому что первый раз участвовала на таких соревнованиях больших. И очень рада такому выступлению. Соперники были очень сильные. Китай, очень сильные спортсмены. Но мы работали, старались. И для всех сил. Теунов Сергей Николаевич, мой тренер. Он сборной тренер мой. И живет в Астане, вот я у него тренируюсь. С ним работаю уже два года. Говоря о своих планах на будущее, Мария поделилась с нами, что теперь она будет готовиться к лицензионному чемпионату Азии, который пройдет в апреле месяце следующего года. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Одежда ведущим предоставлена магазином Купер. Бутики мужской одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе Сити-Центр на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре Азиамол на первом этаже. Продолжение следует...